А в зоне АТО боевики сегодня 30 раз обстреливали наши позиции. Двое украинских военных ранены. В частности, бои не прекращаются на Мариупольском направлении. Противник использует бронетехнику, минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Однако в последнее время избегает прямых атак. Подробнее с линии огня Руслан Смещук. Аккуратнее, мина. Въезжая в Широкино, лучше смотреть в оба. Из асфальта до сих пор торчат неразорвавшиеся мины. По разгромленным артиллерией улицам нас ведут на передовые позиции. Уже за Широкино. Повсюду воронки от мин и снарядов. Блиндажи боевиков в зоне прямой видимости. Впрочем, в последнее время они от лобовых атак воздерживаются. Несколько раз получили достойный ответ от морпехов. Они поняли, что не могут сейчас так прощупать. Они артой щупают нас. В русло позиционной войны возвращаются. То есть, если до этого были и прорывы ДРГ, пытались и пехота. До майских они там что-то пытались. После майских сейчас чисто артиллерия и сдалека стрелка дня. Обстрелы происходят преимущественно в темное время. Периодически противник использует бронетехнику. Сегодня, например, по окопам била вражеская бронемашина пехоты. Бэха работала их ДШК. Мы так сильно не отвечали. По укрытиям и все. Больше вечера начинают они работать. А так все. Днем тишина. Пока работаем на позициях, начинается ливень. Уже подсохшая земля опять насыщается влагой. Сырость, между прочим, враг едва ли не страшнее боевиков. Дороги становятся труднопроходимыми. В окопах жидкое месиво. Это психологически давит на бойцов. Но морпехи держатся. Да, тяжело. Тяжело и окопы проводить, окопы копать. Тяжело и в багнице порпать сенкули, когда нужно обладать позиции. Но ничего, копаем далее. Впрочем, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий уже в ближайшие дни. А значит, морпехам станет легче. Руслан Смещук, Диана Клочко, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.